Добрый вечер! В эфире выпуск новостей на телеканале Картунь 24. С вами Егор Матаев. Прямо сейчас переходим к главным темам выпуска. Ключи от 33 новых автомобилей УАЗ Патриот получили главные врачи районных больниц. Подробнее об этом в выпуске. В Барнауле произошел порыв водопровода по адресу Интернациональная 254. Водой затопило несколько ближайших дворов. Среди них площадь около детского сада номер 177. Миллион алых роз подарил художник-актрисе, в которую был влюблен. Госвина с этой историей знакомы все, но не все знают, что легло в ее основу. Подробнее о спектакле «Праздник одиночества» в библиотеке имени Шишкова расскажем в выпуске. 195 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. По данным оперативного штаба выздоровели 153 пациента. Также зафиксировано 15 смертей, 11 из них от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 37 тысяч инфицированных, из них 33 тысячи выздоровели. Сейчас лечение в госпиталях проходят 1943 пациента с коронавирусом. Кроме того, 876 человек с подтвержденной вирусной пневмонией находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперштаба, тишло больных 389 пациентов на аппаратах ИВЛ-115. Массовая добровольная вакцинация идет по всей России несколько дней. В Алтайском крае сотни человек уже сделали шаг к формированию устойчивого иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Одним из первых укол новейшей российской вакцины «Спутник Ви» сделал мой коллега Глеб Полянский. Как и многих из вас, меня волнует проблема пандемии новой коронавирусной инфекции. Средства профилактики помогают не заразиться, но чтобы быть полностью уверенным в своей безопасности, я решил вакцинироваться. Тем более, что сейчас у всех желающих появилась такая возможность. Врач поликлиники собирает короткий, но емкий анамнез пациента, желающего пройти вакцинацию. Среди противопоказаний возраст младше 18 лет, ОРВИ, онкопатологии, туберкулез и ВИЧ-инфекция. В остальном все стандартно. Главное, чтобы не было температуры, аллергии на лекарства, а дыхание было ровным и без затруднений. После этого можно пройти в кабинет, где сделают заветный укол. Ампулы хранят в специальных холодильниках при температуре минус 18 градусов. А перед вакцинированием препарат размораживают. Спутник ВИ вводят внутримышечно. Укол совершенно безболезненный. Сегодня место укола. И три дня. Не мочить, не шорпать. Также за несколько дней до вакцинирования и после него медики не рекомендуют употреблять алкоголь. Второй укол необходимо сделать спустя 21 день после первого. Он очень важен для формирования иммунитета, поэтому лучше не пропускать. Спрос на вакцину высокий. Чтобы не создавать ажиотаж и очереди, желающих записывают заранее. В среднем в третьей городской поликлинике Барнаула в день делают около 100 уколов. И после прививки мы должны наблюдать за реакцией, ну хотя бы какое-то время, хотя бы 30 минут. Поэтому если мы пустим без предварительной записи на самотек, возможно скопление народа, что сейчас абсолютно нежелательно и не приветствуется, поскольку ограничительные мероприятия мы соблюдаем. Поэтому лучше записываться заранее. В период тестирования российской вакцины в интернете распространяли большое количество фейков о ней. Что это, конкуренция мировых фармацевтических гигантов или чьи-то политические игры – вопрос дискуссионный. Однако, чтобы развеять необоснованные страхи, возникающие у отдельных категорий населения, депутаты краевого парламента в числе первых в регионе прошли вакцинацию. Деятельность депутата подразумевает под собой большой круг общения, даже сегодня в условиях ограничения. Но тем не менее мы общаемся с людьми. И вот не хотелось бы, чтобы я была причиной заражения для кого-то. Депутат АКЗС Юрий Останчик заявил, что в необходимости вакцинирования не сомневался ни секунды. Вместе с ним прививку поставили и члены семьи. Это решение было принято давно, но в первую очередь прививались педагоги, врачи. И как-то неудобно было влазить в эту очередь. Но вот сегодня появилась свободная возможность, и я пошел на этот шаг. Вчера привилась днем раньше супруга. В ближайшее время свой вариант вакцины представит и знаменитый сибирский научный центр «Вектор». Массовая добровольная вакцинация должна помочь сформировать устойчивый коллективный иммунитет и предотвратить в России рецидивы пандемии. Глеб Полянский, Алексей Шаульский, Михаил Лифуншан. Новости. Ключи от 33 новых автомобилей УАЗ «Патриот» получили главные врачи районных больниц. Эти машины как нельзя лучше подходят для сельских дорог. Дефицит автомобильного транспорта в здравоохранении постепенно закрывается. В этот раз за счет федерального бюджета. Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и председатель комитета по здравоохранению Александр Лазарев поздравили врачей и вручили ключи. Те моменты, которые мы с вами отработали в качестве оказания неотложной медицинской помощи, были значимы для населения. Это тот самый формат, который необходим населению в силу эпидемиологической обстановки. Смотрением новых автомобилей увеличится мобильность медицинской помощи. 33 автомобиля составляют 20% парка скорой помощи. А это значит, что на 20% медицинская помощь может стать лучше. Люди добираются на такси. И поэтому, когда они добираются на такси, у нас, конечно, на всех ФАПах есть свои автомобили, но старые УАЗики, которые уже очень часто ломаются. Поэтому новый автомобиль, конечно, это доступность медицинской помощи сельскому населению. Генеральная прокуратура Российской Федерации подвела итоги проверки соблюдения прав обучающихся на дистанте по всей стране. Напомню, из-за введения ограничительных мер в целях предупреждения распространения COVID-19 осенью образовательные организации большинства регионов, в том числе Алтайского края, работали в дистанционном формате. Специалисты регионального Минобра поясняют, по всей стране было сделано больше 6 тысяч замечаний. Из них в крае в семи образовательных организациях. В течение 10 дней абсолютно все муниципалитеты Алтайского края, где было сделано замечание, их было всего 3, устранили данное замечание. И никоим образом эти замечания, которые были сделаны и вынесены протестом прокуратуры, не повлияли на организацию дистанционного обучения и на организацию обучения в удаленном формате. И к другим темам. В поселке Заречье Бийского района подключили вторую очередь газового оборудования. Протяженность распределительных труб 5,5 километров. Газификацией занимается компания «Азимутс-С». В первый месяц этого года специалисты подключили 65 домов в границах переулков Байкальский и Веселый, а также на улицах Лермонтово и Пятый Речной. Возможность провести газ к себе домой есть еще у 240 собственников поселки. Всего планируют подключить 1500 домов в трех бийских поселках. Следующий запуск газораспределительного оборудования запланирован через месяц. В Барнауле произошел порыв водопровода по адресу улицы Интернациональная, 254. Водой затопило несколько ближайших дворов. Среди них площадь около детского сада номер 177, расположенного в переулке Прутской, 31. Специалисты водоканала оперативно прибыли на место случившегося, перекрыли воду и устранили повреждения. Причины пока неизвестны. Сейчас дорожники устраняют последствия. Также обещают, что жители снова смогут безопасно передвигаться по дворам уже в ближайшее время. Без водоснабжения. Пока на неизвестное время остались жилые дома по адресу переулок Сельский, 51 и 62. Миллион алых роз подарил художник-актрисе, в которую был влюблен. Косвенно с этой историей знакомы все, но не все знают, что легло в ее основу. Об этом рассказали сотрудники библиотеки имени Шишкова в спектакле «Праздник одиночества». Никола Перасмани или Николай Перасманишвили – знаковое лицо для Грузии. Он один из крупнейших мастеров наивного искусства. По легенде, художник продал свою молочную лавку и на все деньги купил розы для своей возлюбленной – актрисы Маргариты. Ну, это не совсем обычная работа для Барнаула, нетипичная, потому что мы посягаем на такую сложную какую-то вещь, которая заключается в том, что никаких особых мизонсцен здесь не будет, да, и особого света, какой-то музыки. То есть все будет сосредоточено именно на актере, на то, как мы расскажем эту историю. То есть это будет такой сторитейлинг. Сторитейлинг – популярный в Европе жанр, при котором человек рассказывает историю без каких-то вспомогательных художественных средств. Артисты литературного театра и библиотеки познакомили с этим жанром и барнаульскую публику. Они надеются, что обязательно повторят для своих зрителей уже успевший полюбиться спектакль. Объединить музыку и литературу удалось Барнаульскому академическому хору имени Тарнецкого. На сцене концертного зала Алтайского государственного института культуры коллектив представил хоровую симфонию «Действо Перезвоны» по прочтению Василия Шукшина. Сегодняшний концерт изумительный совершенно. Почему? Потому что два имени – Валерий Гаврилин, один из ярчайших композиторов 20-го столетия, и имя нашего земляка – Василия Макарыча Шукшина. «Перезвоны» – это история о пути, который проходит человек от начала и до конца. Жанр симфонии «Действо» позволил музыкантам передать настроение шукшинских произведений. Зрители ожидало не только капельное исполнение, но и ударные инструменты, и даже художественное слово. Этим выступлением хор открыл свой юбилейный год. У нас надвигается, скорее всего, в марте месяца 30-летие коллектива. И дай бог, так сказать, чтобы все звезды сошлись, дай бог нам здоровья, мы готовимся к этому концерту. Золотой век Барнаула. Роль Демидовых в истории города и начала работы Барнаульского сереброплавильного завода. 23 января в крепостном театре состоится моноспектакль по истории города 18-19 века. Барнаул в разных лицах. Наша съемочная группа побывала на репетиции. Перенесемся в начало 18-го века. Вот здесь бы музыку такую понапряженней. Понапряженней бы, да. Военный штаб, вот приблизительно за таким же столом, Петр Алексеевич Демидович проводит военное собрание. Какая взаимосвязь между сломанным пистолетом Петра Великого и горным Барнаулом? Какую тайну унес с собой в могилу первый директор Барнаульского сереброплавильного завода, лично знавший семью Демидовых, где похоронен Иван Ползунов? 23 января состоится моноспектакль по истории 18-19 веков «Барнаул в разных лицах». Экскурсовод, рассказчик, проводник Константин Барниман. Он делится. Его сверхзадача – вдохновить зрителей краевой столицей. В ноябре прошлого года была премьера. Много людей, очень много пришло, и много людей не смогло попасть. Мы повторяем спектакль, и я с премьеры взял обратную связь у людей, и я трансформировал, я его изменил. Сейчас он будет вообще, ну, он другой будет, просто другой. Поэтому даже если те, кто был, придут, они все равно удивятся и скажут «Ничего себе». Потому что вообще история каждый раз по-разному воспринимается. Монолог с вовлечением зрителей. Гости сами изображают героев истории. Императрицу, играющие в карты. Образ дамы в голубом. Просто здесь немножко другой формат, ближе, наверное, к экстрадному воплощению Жванецкого и так далее. Каких-то документальных историй, отчасти лекторий некий, но который подается с художественной подачей больше. И от этого здесь дело не в игре. Дело в материале его целостности и ценности. Что это такое вообще? Напомню, спектакль пройдет уже в эту субботу, 23 января, в Крепостном театре. В будущем организаторы планируют разработать целую серию спектаклей об истории краевой столицы. После Барнаула-Горнозаводского – Барнаул купеческий и Барнаул мистический. Следующую постановку обещают представить уже в феврале. Анна Москаленко, Денис Кузьменко, Новости. Алтайский край вошел в топ-5 направлений для гастрономического туризма. Регион занял четвертую строчку рейтинга вместе с Мурманской областью, уступив место республикам Крым, Карелия, Татарстан и Башкирия. В 2020 году регион представил проект «Гастрономическая карта Алтайского края». Карту-путеводитель презентовали экспертному сообществу индустрии. В буклет вошли региональные объекты гастрономического туризма, где действует меню с аутентичными блюдами современной кухни, приготовленными с использованием сырья местного производства, ключевые брендовые продукты региона и гастрономические сувениры Алтайского края. Эксперты туриндустрии признали проект лучшим региональным гастрономическим изданием 2020 года. К этому часу у меня все. Итоги сегодняшнего дня, как всегда, подведем ровно в 20.30 в прямом эфире на телеканале Катунь24. С вами был Егор Матаев. До встречи в эфире.